Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 9 том, тема «Семья». Вопрос 2282. Мы оба верующие с мужем, а сын совсем никудышный. Дома не ночует, на даче помогать не хочет, учится скверно, а за стол всегда садится. Что же нам делать? Ответ Игнатия Лапкина. Этот вопрос неплохо было бы поставить лет на 18 пораньше, когда еще он не был зачат. И эти его прелести не в один же день полезли из него. Было же время дать ему укорот. Розаконие, 21 глава с 18 по 21 стихи. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего. «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. «И так истреби злой из среды себя», и все израильтяне услышат и убоятся. «Сегодня дело посложнее, потому что государство не теократическое. Эти законы для Израиля, а диким гоям закона нет. Выходов несколько, и все они заканчиваются теперь страданиями и даже кровью. Когда отрок был еще мал, то не следовало давать ему место за столом, пока он не потрудится». 2 Фессалоникийцам 3.10 «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». По достижении возраста можно разделить квартиру и отдать ему часть его, и он промотает ее, как блудный сын. Сценарий точно по притче, с худшей концовкой. Сегодня дети не приходят в себя и кончают или на игле, или на дереве. Их даже свиньи отторгают. В верующих семьях соль выбрасывается на попрание свиньям. Лука 14.34 «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправишь ее?» В мусульманских странах подобное просто невозможно. Насколько же хуже мы, Магометан? «Родители – главные виновники, что вовремя не драли этого бычка». Притча 13, глава 25 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Безбожная преступная власть при любом вашем действии окажет вам противодействие и будет на стороне разбойника. Поэтому, просчитав возможные действия власти, изберите для себя или смерть, или тюрьму, но тогда оправдайтесь пред Богом. Все зависит от вашего страха пред Яговой. Можете сына просто выгнать или отказать от столования, как Шарикову полиграфу. Вариантов много, но все они болезненные». «Подожди, я попутно скажу, раз такое дело. Там слово «свинина» было или «свиньи». Ты прочитал «свинина». «Свинина» — это на столе. «Свиньи». И два раза «свиньи» прочитал неправильно. Ты точно так делаешь, как Сергей. Все, теперь не надо возвращать. И читай дальше». Если же не ради угождения Богу, тогда вопрос излишен. Нужно продолжать «смиряться», в кавычках, пока сами не окажетесь голодными у свиного корыта. Если вы христианин, то сегодня же принесите пред Богом покаяние, что не учили отрока, когда он лежал еще поперек лавочки. Просите прощения и у людей, что дали такую абразину в нагрузку к тому, чем мучается государство. Сыновья Илья дали потомство и очень жизнеспособное. И хотя они умирают, согласно предсказания, в зрелых годах, но из-за многочисленности своей они не уменьшаются. 1 Царств, 2 глава, 33 стих. «Все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Прежде чем объявлять войну упитанному тельцу вассанскому, прежде просчитайте возможные пути отхода. Сей злый день может открыть ночью дверь своим подельникам, и вы не произнесете даже «Господи помилуй!» Лука 14, 31. Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» Понятно, что нужно крепко поститься, молиться и плакать все время оставшейся жизни. Может, этот привесок вам дан для того, чтобы других не судили, чтобы были послушны слову всемогущего, а не своим эмоциям и гнилому либерализму. Вы пренебрегли великою властью, данной вам от Создателя, и не сокрушали рога и злую волю двоечника. В Сирах, 30 глава, 12 стих. «Нагибай вы его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе». Иезекииль, 14 глава, 8 стих. «Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Доверьтесь Богу и ни в коем случае не помогайте Ему, когда Он достигнет меры полноты злодейства. Иеремия, 48, 10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови, ни передач ему не носите, ни слова доброго не произносите пред судьей». Два дела навлекают проклятие на вас. Первое, уже ваше, что сложнейшее дело воспитания юноши привели к плачевному краху. И второе, проклятие, что когда Саваоф будет наказывать, вы будете жалеть его. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.